Всем в тренде! Да, давно уже не выходила рубрика, кто из рэперов одевается дороже. И это у нас уже четвертый выпуск, с которым мы сделаем батл. Западные рэперы против русских рэперов. А также узнаем, у кого же все-таки чувство стиля лучше. У западных артистов или наших. Кто умеет не тратить сотни тысяч рублей на шмотки и все равно выглядеть круто. И у кого самый дорогой летний лук. Поэтому приятного тебе просмотра. Смотри выпуск до конца и не забудь, конечно же, поставить лайк. Но знаете, в отличие от рэперов, мы, обычные люди, привыкли обновлять свой гардероб по сезону. То есть перед летом, перед зимой и, конечно же, перед осенью. А ведь скоро уже сентябрь. И я думаю, вы по-любому задались себе вопросом. Где же приобрести самые крутые кроссы и, конечно же, по выгодной цене? Тебе просто нужно обязательно зайти на крутой сайт replixlonsnickers.ru Тебя ждет здесь самый большой выбор топовых кроссовок, одежды и аксессуаров. Если паришься насчет доставки, не переживай. Сочные обновки придут за считанные дни, а оплатить ты их сможешь при получении. В обойме слона более тысячи положительных отзывов, что говорит о доверии клиентов и высоком качестве товаров. Slonsnickers.ru Заходи, выбирай и покупай. Ссылка на магазин будет под видео в описании. Начнем мы наш батл луков с таких исполнителей, как Lilness X против Big Baby Tape. И сейчас вот важный момент. Как думаете, у кого на этих фотографиях вещи стоят дороже и кто делся, на ваш взгляд, лучше? Пишите в комментариях. Ну а мы начнем разбор с Big Baby Tape. Я взял фотографию его обложки с последнего альбома. Все же это обложка. Он подготовился, прикупил себе модных вещей, чтобы показать всем, вот ребята, вот он я. И начнем сверху, как всегда. Это пальто Barbaris с вот таким вот принтом. Было очень сложно его найти. Да, я находил много женских таких моделей, но мужскую пришлось очень долго искать. И цена такой вещицы где-то 150 кусков. Да. Следом у нас штаны и здесь плохо видно, что это. Но очень похоже на вот эту широкую wide модель, стоимость которой 30 тысяч рублей. На ногах Nike и поначалу я подумал, что это вот эти стандартные всем известные форсы. Но присмотревшись внимательно на фото, я увидел, что это не обычные форсы, а коллапс-клод, стоимость которых 40 тысяч рублей. И последнее это очки Gucci. Тут все просто. Вы их знаете, вы их везде видели и стоят они 25 тысяч рублей. И в общем весь лук у нас получился на 245 кусков. Неплохо тогда, на четверть ляма скупился тейпик на обложку. Но как думаете, вот этот интересный лук всем известного автора ковбойского хита Lil Ness X дороже стоит или нет? Давайте разбираться. И сразу вам поясню, здесь все вещи это рефлектив. Они очень круто выглядят. Если бы фото сделали со вспышкой, это был бы просто яд. Очень крутые вещи, давайте их разберем. В принципе, как я уже говорил, тут все это рефлектив от фирмы R-Nation. Кепка 6600. Летняя куртка вот такая за 14 тысяч рублей. Сумка 6600 тоже. И шорты очень классно здесь их сфоткали, кстати, всего лишь за 8700. И, кстати, на ногах изи-бусты 700 и второй версии за 21 тысячу на ресейле их можно найти. И в итоге, знаете, что получилось? Если продать весь лук Big Baby Tape, то можно купить целых 5 вот таких наборов. Потому что все это стоит почти 57 тысяч. И следующие у нас, кого мы сравним, это жесткие модники, которые всегда носят дорогие бренды, необычные шмотки и все-все самое дорогое. Это Моргенштерн против Lil Baby. И начнем мы с Алишера и его недавний лук, которым выставил в Инстаграм, когда купил свой первый Мерседес. Выглядит стильно, дорого и круто. Давайте разберем. Очки Gucci за 20 с половиной тысяч. Рубашка Alexander McQueen с ласточками за 14 тысяч рублей. Сумочка-бананка, называйте как хотите, за 32 тысячи. О, да. Далее ремень Louis Vuitton за 31 500. И на ногах кроссы Jimmy Choo за почти 60 тысяч. К сожалению, какие на нем штаны, нам не удалось узнать. Но давайте в самом дорогом случае накинем еще 40 кусков. Ну, чтобы по-честному все было. Итого, лук с точной ценой без штанов 156 тысяч. Но мы докинем еще примерно штаны и оценим все в 200 кусков. А теперь Lil Baby. Вот такой необычный лук с черными носками на белые кроссы. Да-да. Поехали. Здесь абсолютно все это Prada. Вот такой вот любитель данной компании Lil Baby. Но, согласитесь, штаны интересные. Да и кроссы неплохие. Но стоимость, конечно. Жилетка Prada за 108 тысяч рублей. Футболочка за 40 с половиной рублей. Эти обалденные штаны за 62 тысячи рублей. И кроссовочки тоже от Prada за 56 500. В итоге у нас получился лук аж на 267 тысяч рублей. Что на 67 тысяч дороже, чем у Моргена. Ну, конечно же, я мог подобрать лук Моргена из-за полляма. И он бы как бы выиграл. Но не сегодня. Пока что самый дорогой лук за выпуск у нас у Lil Baby. Далее у нас идут Обладает и Lil Pump. Причем у Облы я взял лук из недавнего клипа. А вот у Пампа я выбрал обычную фотографию из заправки. А почему бы и нет? Как вы думаете, кто здесь одет дороже? Начнем мы с Облы. У него в инсте была фотка из съемок клипа. И мне понравился очень, сильно понравился этот сетик. Поэтому давайте его разберем. Очки Spectre классно выглядят. Но и стоят тоже классно. 11 тысяч. Вот такая вот хоккейка классная и яркая от NHL и Reebok на ресейле можно найти за 16 тысяч 500. Эти черные штаны можно купить за 23 тысячи рублей. И на ногах у Облы здесь коллапов Вайта и Nike. Это всем известные форсы с очень крутой расцветкой на ресейле где-то за 43 тысячи 500. В итоге лук Облы у нас затянул на почти 100 тысяч рублей. А если быть точнее, то 94 тысячи. Но что одевает Lil Pump, когда едет на заправку? Как вы думаете? Футболка это мерч Lil Skyser с такой вот бабочкой и скелетом стоит всего лишь 2200 рублей. Dispire джинсы уже подороже стоимостью 27 тысяч 500. И на ногах самое крутое. Ну, это же Lil Pump. Луи Виттоне за 69 тысяч. В итоге с маленьким отрывком, но все же побеждает Lil Pump. 98 тысяч 700 рублей. Окей, идем далее. Сейчас будет странный батл, но почему бы и нет. Яникс и Тентасьон. Мне просто очень нравилось, как одевался Экс. Я часто разбирал его луки и сегодня у нас не исключение. Причем это просто и со вкусом. Начнем мы с Яни. Футболка Off-White камуфляж за 18 тысяч. Штаны Babe Jogger'ы, все вы их знаете, за 20 тысяч рублей. И на ногах коллаб Off-White'а и Nike'а в только уже 97 Air Max'ы за 80 тысяч рублей. В итоге такой вот простой лук Яникса ему обошелся в 118 тысяч. Экс же на этой фотке во всем простом. Футболочка за 2,5 тысяч, шорты Nike, каждый из вас их может найти за 1000 рублей. И тапочки Gucci, да, это единственное, что здесь дорогое, за 13 тысяч. 16 500 в итоге у нас весь лук Тентасьона. И мы перешли к самому интересному и нестандартному. Вот я думаю, вы ни за что не догадаетесь, что здесь у Фидука и сколько это стоит. Еще мне понравился вот такой необычный сет у Cardi B. Давайте все это разберем. Фидук против Cardi B. Ну что, футбольные фанаты, вещи Фидука как раз таки для вас. Это Stone Island. Да, это не халат из отеля, это халат от Stonica. Стоимостью 34 тысячи рублей. Далее у нас рубашка от Stonica за 15 тысяч рублей. Шорты от того же Stone Island за 15 тысяч. И кеды, кожаные белые кедосики, также от Stonica за 26 тысяч рублей. В итоге вот такой вот лук, отельный набор что ли, стоит 90 тысяч рублей. А вот Cardi B здесь вся в баленсиаге, но мне нравится сочетание вот этого всего. Выглядит классно, согласитесь. Вверху у нас курточка, дождевик стоимостью 110 тысяч, сумочка за 80 тысяч и кроссовки с очень необычной расцветкой за 64 тысячи. В итоге Cardi у нас оделась на этой фотке на 254 тысячи рублей. И она на втором месте у нас сегодня, после Lil Baby. Да, самый дорогой лук был у него, а вот самый дешевый у Tentaciona. Из русских же рэперов самый дорогой получился у Tepo, а самый дешевый у Фидука. Ну а на этом все. Пишите в комментариях, чей лук вам понравился больше всего. Кто одевается лучше всех, а кто вообще ничего не шарит в стиле. И не забудь подписаться на канал, чтобы оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube.